Своеобразная ответка за то, что русских, непосредственно Путина и многих других обвиняли в том, что в 16-м году Трамп пришел не без нашей помощи. Владимир Путин и тогда говорит, что он выбирает Байдена, и сейчас говорит, что он выбирает Харри. Трамп, наверное, уже не один раз пожалел, что так рано закасил Байдена. Конечно, надо было персону Байдена максимально близко к ноябрю подносить. Трамп человек думающий, и его ответ, кстати говоря, он не то чтобы показал обиду, но мне кажется, что он просто так в ответку нормально подыграл Владимиру Владимировичу. Смотрите, возвращаясь к большой политике, насколько на данном этапе России нужна победа Трампа. Особенно сейчас, когда у него уже другой конкурент. То, что было полгода назад, мы, условно говоря, кто-то там стопил за Трампа, потому что это против Байдена он, теперь у него другая конкурент. Насколько Россия действительно заинтересовалась победой Трампа, сейчас я закончу. Тем более, что и полгода назад, когда Трамп был противником Байдена, и сейчас, когда Трамп противник Харрис, Владимир Путин и тогда, что он выбирает Байдена, и сейчас говорит, что он выбирает Харрис. Ну, выбирает, понимаете, в таком смысле. Ну, по поводу утверждений Владимира Путина, опять же, я, как мне кажется... Ну, очень комплиментарно, очень комплиментарно. Это может быть именно такой, даже не троллинг, а своеобразная провокация американского дип-стейта и общества на предмет... Ну, как это, своеобразная ответка за то, что русских, там, непосредственно Путина, там, и многих других обвиняли в том, что в 16-м году Трамп пришел не без нашей помощи. Вот теперь мы говорим о том, что мы поддерживаем вот этих парней, и скажите что-нибудь по этому поводу. Ну, Трамп не успел обидеться. Ну, я думаю, что Трамп человек думающий, и его ответ, кстати говоря, он не то чтобы показал обиду, да, то есть, ну, мне кажется, он просто так в ответку нормально подыграл Владимиру Владимировичу, вот. А там дальше, вот смотрите, очень сложно обвинять Россию в том, что она поддерживает Трампа, когда официально ты заявляешь о том, что мы поддерживаем вот этих вот... Глава государства. Да-да-да, с другой стороны. Но я скажу, опять же, касательно выгоден, не выгоден нам Трамп, это все может показать только время. Здесь еще большое сомнение, а победит ли Трамп. Вот, несмотря на то, что, естественно, после покушения у него, там, уже статус такого борца, как бы, и чуть ли не жертва, да, что, безусловно, ему в паруса, как бы, дует. Значит, но Харрис все-таки, судя по опросам, которые там проводятся, опять же, понятно, что опросы очень часто делаются специально формирующие, да, то есть, для того, чтобы у общества сложилось впечатление, они там к победителю захотели присоединиться. Но, тем не менее, я понимаю, что на самом деле там жестокая конкурентная борьба, потому что они плюс-минус на равных, как бы, позиции, кто победит, сейчас пока очень сложно сказать. И, по мне, просто уповать на то, что Трамп придет и обеспечит нормальные мирные отношения с Россией, начнет, как бы, сворачивать поддержку Украины и прочего, ну, я бы так на это не надеялся. То есть, безусловно, с его приходом нужно всячески активизировать с нашей стороны дипломатические усилия по, скажем так, выводу США из активной поддержки Украины. Но уповать на это не стоит, потому что, ну, неизвестно, что там у Трампа и его команды еще на кону стоит, и внутренние вот эти группы интересов, которые, опять же, стоят там за Трампом, ну, там есть, допустим, оружейники, наверняка, вот, им выгодна война? Ну, конечно. И тут вопрос, скажем так, к чему будет склоняться больше Трамп, к политике изоляционизма и ориентации на внутреполитические дела, как бы, или же к политике, вот, там, дальнейшей, как бы, дестабилизации на внешнем рынке, вот, соответственно, торговли оружием, там, прочими ресурсами, там, газом, нефтером. Тут вопрос, в чем больше профита для них. И я уверен, что они будут исходить именно из рациональных каких-то побуждений, а не из эмоциональных. Сделать, а вообще, у Трампа есть шансы победить на президентских выборах? Тут он буквально сегодня, но он отказался от дебатов дальнейших с Камалой Харрис, вот, и я полностью согласен с вами, что вы сейчас обмогли, что действительно накручивают оппоненту Трампа рейтинги, той же самой Камалой Харрис, но я помню, что абсолютно это не помогло Хиллари Клинтону, когда Трамп стал президентом. Там также накручивали абсолютно, что после всех дебатов все проценты показывали, что будут голосовать за Хиллари, и победил Трамп. У Трампа есть шансы? У Трампа шансы, я думаю, есть. Но тут зависит еще от политической воли и Трампа, и Харрис. Я, кстати, думаю, что пример с Хиллари, ну, он частично, наверное, конечно, можно на него ориентироваться, но этот же пример в свое время демократов научил, что не стоит уповать только на какое-то там раскрученное лицо и на уверенность в своих силах, да, они же там, я так понимаю, Трампа немного недооценивали, мягко выражаясь, в тот момент. А сейчас, естественно, они относятся к нему уже по-другому. И Харрис, это что же уже не престарелая женщина, вот, а человек, сочетающий в себе, а, нынешнюю власть, извините, она еще и из цветных. По вешбочку обрабатывает полно. Соответственно, да, то есть весь вот цветной электорат, ну, не весь, но большинство, априори как бы за ней просто потому, что она как бы от них идет, да, и, безусловно, женщина, демократ, цветная, ну, для своей, для своего электората, как бы, это наиболее правильный кандидат. Поэтому я думаю, что то, что она, именно она стала кандидатом от Демпартии, это, там, не случайность абсолютно. Им нужен был сильный кандидат, они его, в принципе, получили. И здесь дальнейшее зависит от возможностей, от ресурсов административных, в том числе, вот, и от воли, там, того же Трампа доказывать и настаивать на своей победе, ну, если он будет в ней уверен. Ну, там, скучно не будет, это точно. Ну, Трамп, наверное, уже не один раз пожалел, что так рано загасил Байдена. Конечно, надо было персону Байдена максимально близко к ноябрю подносить на всех руках, на всем, что можно, на всех тележках. Сейчас, я думаю, он уже об этом не один раз пожалел. Субтитры сделал DimaTorzok